Тёплая погода нагрянула неожиданно для новоуральцев. Если жители города быстро смогли убрать тёплую одежду в дальние углы шкафов, то быстрая уборка города после зимы – задача не совсем выполнимая. С каждым днём на улицах всплывает всё больше проблемных мест. Старые листва и мусор оказываются на всеобщем обозрении. Сейчас все старания дорожно-коммунальной службы, управления городского хозяйства и управляющих жилищных компаний направлены на уборку города. Службы, пользуясь подходящей погодой, приступили к усиленной очистке закреплённых территорий. Сегодня состоялась проверка выполнения графика работ и состояния улиц и дворов Новоуральска. Первая просьба. Вижу, что тут только в части дорог. Нам необходимо понимать ваши сроки по очистке тротуаров и ваши сроки по очистке газонов. Мы идём параллельно. То есть, если мы сейчас смотрим улица Ленина от Гагарина до Свердлово, она в идеальном порядке, да? Механизировано уже пройдено. Так, ручная у нас с вами с 8 апреля по 14 апреля. Ручная тоже три бригады сегодня занимаются. Одна, две бригады по Ленина идут, одна по 1 майской. Работы на многих территориях уже активно идут, ведь сошедший снег оголил множество мусора, скопившегося за зиму. Чтобы ускорить процесс, было решено перенести дату начала субботников для городских организаций на 11 дней. С 26 апреля на 15-е. Заняться уборкой своих территорий предлагается и предпринимателям. Сейчас задача поставить приоритеты для того, чтобы успеть и к праздникам прибраться, и к лету, и всё успеть. Тем более, вот с теми силами, которые у нас есть. Уже в четверг, с 15 апреля у нас выходят наши первые муниципальные предприятия. Они будут у нас на очистке именно общественных территорий. У нас есть комиссия по благоустройству, которая будет оценивать состояние наших магазинов, территории, прилегающих к нежилым. Большая просьба предпринимателям, пожалуйста, приберите те территории, которые находятся рядом с вами. Но, наверное, приятнее, если в ваш объект будет заходить человек с настроением совсем другим, если территория будет чистая. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь прибрать свои территории. Ну и, конечно, хотелось бы напомнить, что урны должны быть установлены у входа у каждого нежилого помещения. Поэтому не дожидайтесь каких-то административных мер. Пожалуйста, давайте любить наш город всё-таки вместе и будем делать его чистым. Перед ДКС стоит своя задача – очистить центральные улицы города к праздникам. Пока под контролем комиссии график работ по уборке и темп их выполнения дорожно-коммунальной службой. На плечах УЖК и ДКС лежит также организация субботников. На дворовых территориях в субботнике организуют управляющие компании. Мы со своей стороны постараемся всё сделать так, чтобы прошло всё чётко, чтобы инструмента хватило, чтобы вовремя вывозили мусор. Потому что многие жалуются, что мешки потом длительное время стоят. Поэтому все эти минусы мы знаем. Стараемся, чтобы исключить эти моменты. Мы даже благодарим тех жителей неравнодушных, которые нам подсказывают, где в каких местах у нас на сегодняшний день непорядок и где на что обратить внимание. Да, конечно, не получается одномоментно везде прибраться. Но все эти места абсолютно остаются на контроле. Напомню, Всероссийский субботник назначен на 24 апреля. За пару дней до начала голосования за территории, подлежащие благоустройству. Но в своих дворах прибрать может каждый из нас. Приятнее будет выйти из подъезда на площадку без мусора, грязи и пыли. Информацию о времени и датах проведения субботников около жилых домов смотрите в ближайших эфирах. И не забывайте, не сорить гораздо легче, чем прибирать. Приглашаем всех побыстрее прибрать наш город, чтобы все-таки к лету, да даже не к лету, а к началу майских праздников у нас было совсем другое настроение, чтобы наш город был самым чистым, самым благоустроенным. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.